Всем привет! В этом видео я расскажу как прослушать флаг музыку на iPhone или iPad. Какие приложения поддерживают AV, MKV, XSuite, WMV, 3GP, FLV и другие нестандартные форматы видео. Мы рассмотрим наиболее популярные приложения для прослушивания музыки и просмотра видео на iOS устройствах. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В предыдущем видео я уже говорил, что стандартными форматами аудио для устройств Apple есть AAC, HEAAC, MP3, MP3 VBR, AC3, AAX, AAX, AAX Plus, Apple Lossless, AIFF и WAV. Видео MP4, MOV, M4V. Стандарты сжатия MGPEG, MPEG-4 или H.264. Чаще всего у пользователей iPhone или iPad возникают проблемы с воспроизведением аудиофайлов FLAG. Что касается видеофайлов, то тут круг поддерживаемых форматов намного уже. Сразу же бросается в глаза отсутствие среди поддерживаемых форматов MKV и AV. Так iPhone поддерживает далеко не все форматы. Если пытаться загрузить на него файл неподдерживаемого формата , то он не будет воспроизводиться или не загрузиться вообще. Если для загрузки файлов использовать iTunes, то он не будет принимать файл неподдерживаемого формата. Так пользователи часто сталкиваются с такой проблемой, пытаясь загрузить аудио формата FLAG, который не поддерживает ни одно из устройств Apple. Решить такую проблему можно сконвертировав музыку в читаемый iPhone или iPad формат или установив на устройство приложение, которое способно воспроизводить тот или иной формат звука. Если вы знаете какой формат для вашего устройства нужен, то для конвертации аудио вы можете использовать один из множества конверторов. Например MoveAvi Converter. Ссылка в описании. Для этого установите программу на компьютер и запустите её. Добавьте в неё файл, который необходимо сконвертировать. • Выберите выходящий формат для конвертации • Start Но чтобы не вникать в многочисленные аудио и видео форматы файлов, некоторые из которых наверняка не поддерживаются вашим устройством, Movavi Converter предлагает возможность конвертации файлов по устройству. То есть, если у меня iPhone 7 и мне необходимо сконвертировать файл для воспроизведения на нём. • В таком случае я добавляю в программу файл • Выбираю закладку устройства • Apple • И выбираю из списка предложенных своё • Если вы не знаете модель вашего устройства, не расстраивайтесь, программа может определить его автоматически. Для этого кликните на иконки в виде лупы с мобильным устройством и программа обнаружит подключенные к компьютеру устройства • Как видим, в строчке программы формат на выходе теперь отображено выбранное нами устройство. То есть, все файлы будут конвертироваться в совместимый с указанным устройством формат. Удобно. • Нажимаем старт и наш флаг аудиофайл конвертируется в другой совместимый. • Аналогичным образом можно сконвертировать mkv-файл видеоформата в совместимый с iPhone или iPad. • Также из App Store можно установить альтернативы предустановленному стандартному аудиоплееру, который воспроизводит музыку или другие аудиофайлы форматов, не совместимых с стандартными приложениями устройства Apple. Выбирайте на ваш вкус. • Из бесплатных можно отметить • Vox, который кроме стандартных, поддерживает воспроизведение форматов flag, ape, ape, wma и cua • Flag Player Plus Пусть вас не смущает наличие формата flag в названии проигрывателя. Он способен воспроизводить и другие файлы, в том числе mp3, iac, vma, rm. Однако наличие поддержки lossless кодека сделает проигрыватель интересным вариантом для ценителей качественного звука. Загружать песни в библиотеку можно и без iTunes. Активировав приложение функцию передачи файлов по Wi-Fi, достаточно пройти по указанному адресу в браузере компьютера, чтобы весьма быстро загрузить треки через веб-интерфейс. При желании, из App Store можно также установить альтернативы предустановленному стандартному видеоплееру. Выбирайте на ваш вкус. Можно отметить AV Player. Плеер умеет воспроизводить видео в огромном количестве форматов, в том числе в тех, что не знает iTunes. Это AV, XVIT, WMV, RMVB, ASF, H.264, MKV, 3GP, FLV и т.д. Также к видео во всех разрешениях поддерживаются субтитры в SMI, SRT, TXT и Substation Alpha. Но приложение платное. Скачать AV Player можно для iPhone или iPad по ссылке в описании. VLC – самый популярный бесплатный видеоплеер, знаком многим ещё по одноимённой настольной версии. Присутствует традиционная для программы поддержка всех необходимых форматов – AV, GIVX, MKV, WMV, 3GP, AC3 и многих других. VLC воспроизводит потоковое видео и может загружать его с веб-серверов по Wi-Fi из Dropbox, Mega и даже Яндекс.Диска. Скачать VLC можно на iPhone или iPad бесплатно. Ссылка в описании. Player Extreme – ещё один бесплатный видеоплеер, который поддерживает практически все форматы видеофайлов. Это в том числе 3GP, ASF, AV, DX, DV, DAT, FLV, GXF, M2P, M2TS, M2V и т.д. Проигрыватель поддерживает воспроизведение HD во всех форматах, а также SRT, SSA, SMI и другие форматы субтитров практически на всех языках. Поддерживает файлы с несколькими звуковыми дорожками. Есть возможность усиления громкости для просмотра фильмов без наушников. Но установить на устройство альтернативный видеоплеер для воспроизведения нечитаемых стандартными плеерами форматов недостаточно. Ведь файлы аудиоформата FLAG или видеоформата MKV или AV загрузить в iTunes стандартным способом, который описан в предыдущем видео у вас просто не получится. Это связано с тем, что в iTunes, а соответственно и в iPhone или iPad есть общая библиотека файлов, доступ которой имеют стандартные приложения. А кроме этого у каждого стороннего приложения имеется своя библиотека файлов. По умолчанию iTunes загружает файлы совместимого с стандартными приложениями формата в общую библиотеку. Т.е. Чтобы иметь возможность воспроизвести файл нестандартного формата, его необходимо загрузить в библиотеку приложения, которое его поддерживает. Как это сделать? Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру и запустите iTunes. О том, как это сделать, мы рассматривали в предыдущем ролике. Кликните на значке в виде смартфона в левой верхней части экрана. В открывшемся окне с информацией о вашем устройстве выберите меню программы. Перейдите в нижнюю часть экрана к разделу программы «Документы». Чтобы добавить, например, флаг аудиофайл на iPhone или iPad кликните на аудиоплеере, который поддерживает его воспроизведение. После этого в окне «Документы» нажмите клавишу «Добавить файл» и добавьте его в библиотеку приложения. Готово. Переходим с нашего устройства к приложению, в которое добавлялся файл. И видим, что он появился в его библиотеке. Таким же образом на устройство можно добавить mkv или avi в видеофайлы. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!